Дорогие товарищи, я хочу сказать, что мы очень редко можем послушать в России и в мире какого рода доклад. Почему? Потому что людей, которые разобрались в диалекте или разбираются в ней, хотя и те, кто разбираются, не считают, что они все там полностью разобрали. Можно пересчитать по пальцам, а людей нового поколения, поскольку, скажем, те, кто считают себя специалистами по диалектике, принадлежат, в общем-то, поколению уже прошедшему или проходящему, совсем мало. Я думаю, что вот в виде Ивана Алексеевича мы имеем представителя вот нового поколения, которое, собственно говоря, и будет развивать и развивает марксизм. Именно потому, что марксизм действительно из одного куска стали, но этот кусок стали является единым только благодаря диалектике. Без диалектики сразу выпадает капитал, поскольку, как говорил Ленин, нельзя вполне понять капитала, не поняв и не проштудировал всей логики Гегеля. И чтобы там вы не говорили, как надо ее там изучать, как хотите изучать. Хотите так, хотите с конца, хотите середины, хотите какие-то книжки дочитайте, хотите и после, хотите Белосовскую пропедевшику читайте, которую для школьников, из которой вы никакого выведения не найдете, не поймете. Хотите пиналологию духа, которую надо не менее чем два раза прочитать, чтобы вообще что-то начать понимать. Все что угодно можно делать и ходить, как говорил Ленин, вокруг науки и логики Гегеля, о котором, о котором в этом произведении прямо Энгель говорил, что вот здесь есть кратчайший путь, кратчайший путь к изучению диалектики. И вот все-таки нарабят ходить вокруг этого всего. И так, в те советские времена, вот мы перебираем эти книги, все, кто изучал этот вопрос, и об этом говорил докладчик, очень замечательно и конкретно. Все они ходили тоже, как кот вокруг горячей каши. Я могу к этому только добавить, что были у нас попытки создать многотомное издание по материалистической диалектике. Их создали, ведь тому. Да, и так издавали, и всякое издавали, как создадут, потом рецензия, что вот отличная книжка, хорошая, замечательная. Единственное, у нее недостаток, там нет диалектики. И поэтому ее не читают. И поэтому никто ее нигде не читает. Почему? Потому что хотели увернуться, собственно, от изучения самой науки логики. Я думаю, что даже для того, чтобы критиковать вот такой доклад, который сделал Иван Алексеевич очень серьезный и глубокий, для этого надо поизучать науку логики. Вот я думаю, что люди, которые так в сандачках пытаются, так сказать, спорить с докладчиком, они просто не находятся на таком уровне мышления, когда стоит принимать во внимание всерьез то, что они говорят. Некоторые, так сказать, специально прямо заявляют, как он оставит Денисов. Я с ним беседовал. Не-не-не, за что не буду изучать. Не за что. Но даже будет здесь бегать и кричать, но только не изучать диалектику. Страшно ему, ужасно это дело и так далее. А вот Иван Алексеевич поставил самый принципиальный вопрос. Вот есть внешнее расхождение в позициях классиков, тех, кто является основателем марксизма. Маркс, Энгельс и Линия. Значит, Маркс говорит, полная противоположность моего метода, методу диалектического. Энгельс. Людвиг Фейербах, наконец, классической немецкой философии, сказал, что вот это венец, венец всего происшествующего развития философии за все время существования. Это вообще уже философия, которая стала культурой. То есть, которая в то время была методом, самым передовым методом буржадного класса. И она, как вообще любая диалектика, любая логика, она входит в методологию любого класса, если он хочет побеждать. Потому что вы без формальной логики побеждать не сможете, хотя ее, конечно... Но Аристотель, да, как-то его не относят уж так резко к материалистам, и так резко к идеалистам. Он, как бы, такой анциклопедист, знаток большой всего и основатель формальной логики. Но все-таки, наверное, больше сказать, что он скорее идеалист, чем материалист. И по поводу этого Ленин в своей книге, в своем конспекции наукологии пишет, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Так обстоит дело. Поэтому, значит, вот давайте посмотрим, что сказано по этому главному вопросу, как относились к науке и логике классики марксизма. Если тут собрались марксисты, то надо посчитаться. Марксисты, которые, по крайней мере, стараются к этому относиться. Во-первых, что такое прямая противоположность? Вот, мне кажется, люди, которые не знакомы с наукой логики, они не понимают, что такое прямая противоположность. Прямая противоположность означает, что ничего нельзя менять, ничего нельзя менять. Ни один камень нельзя тронуть в гегелевской диалекте, а просто брать ее как прямую противоположность. Потому что вот эта идеалистическая конструкция, а если взять ее как материалистическую конструкцию, это получится диалектический материализм. Ничего не менять. Хотя марксов метод не сводится только к методу диалектико-материалистическую. Маркс и Энгис разработали еще исторический материализм. Они применили диалектический материализм к истории и разработали исторический материализм, который тем более люди не знают. Поскольку они не знают материалистической диалектики, о чем-то можно говорить об историческом материализме. Как можно применять то, что люди не изучили, не знают. И вот люди, считавшиеся марксистами и околомарксистами, Вот сколько их перебрал Иван Алексеевич, и сказать, что они поняли вообще, что такое диалектика, ну вот мы не можем. Не можем. Значит, вот непонятно даже, непонято это, даже это. В чем прямая происположенность? А как? В чем получается прямая происположенность? Потому что вот в чем состоит система Гегельская. Не в чем состоит суть диалектии, а в чем состоит Гегельская система? А в том, что есть абсолютная идея. И эта абсолютная идея развилась до материи, до бытия. Почему всегда говорят, бытие или мышление? Партийная философия, первичное бытие или сознание. Так ставится сюда вопрос. Бытие и сознание. Потом идет движение. То, что называется у Гегеля объективная логика. Первые две книги, которые в дальнейших изданиях обязательно надо разбивать на три кусочка, чтобы этого не было видно. А у Гегеля самого в собрании сочинений Гегеля есть объективная логика. Это как бы объективный мир, который возник из абсолютной идеи. И потом этот объективный мир познается субъектом. Это субъективная логика, учение о понятии. И вот познав объективный мир с помощью субъективных инструментов, они заключаются в третьей книге или во второй части, во второй книге, то есть в субъективной логике, идея приходит сама к себе. Вот и замкнулась гегерская идеалистическая система. А поскольку ядром этой диалектической системы является диалектический метод, то я думаю, что у марксиста не должен поворачиваться язык и говорить, что она реакционна. Никак. Как? Потому что... И философия Гегера тоже не является реакционной, потому что философия Гегера в свое время была передовым достижением всей философской мысли. И тут так не получается очень просто. Просто партийность разная. Партийность в философии означает не то, что они относятся к какой-нибудь партии, а просто две партии в философии. Говорят материалисты и идеалисты. Больше ничего. Вот это имеется в виду под партийностью философии. Я так понимаю. Вы читали материализм перекратиции? Вот так там у Ленина ставится вопрос о партийности философии. Что все философы разделились на две партии. Но надо заметить всем, кто изучает философию, что не было так, что философы что-то давали. Одни, а другие не давали. Одни вносили будущим идеалистами вклад в философию. Вот Платон, он против частной собственности выступил, а он был идеалист. А другие были со частной собственностью, бывающими материалистами за рабовладение и так далее. И так, получается, Гегель разработал диалексику для всего мира и для всего человечества. И просто я извиняюсь за выражение представителей передового рабочего класса будут просто круглыми дураками, если они не возьмут этот инструмент. Поэтому он вооружил передовой класс тем, что является его главным оружием. А что касается буржуазии, она отвергает эту диалексику. Она пытается к ней отнестись негативно. И все те люди, которые негативно относятся к науке и логике, вот они и есть сторонники буржуазии, и есть самореакционеры. И они, если они даже здесь присутствуют, имеют партийные билеты. И даже там, если серп и молот, и ленья там нарисован, и все прочее. Вот что надо понимать. Ну и как решается эта проблема с противоположностью диалектического метода Маркса? По переворачиваниям. Только таким образом, что убирается снизу эта самая идея, она не нужна. И в конце она не нужна. То есть, как бы сказали математики, значит, есть нерациональная такая система. То есть впереди идея, потом идет вся система материализма, и в конце идея. Идея приходит сама к себе. Убираем начало, конец, и, как говорил Чехов, можете печатать. И вот тогда вы получаете систему материалистической диалекции. И поскольку она является прямой противоположностью, прямой, а не такой переделанной, перемешанной, как пытались сделать в советское время философы, они все хотели переставить категории, и сделать мертвые кости скелета, да еще и перепутанные, как говорил Гегель. Вот поскольку тут ничего не надо делать, поэтому, что нам говорит Ленин? Однозначно, в своем, так сказать, важнейшем, заключительном философском произведении о значении воинствующего материализма, что если мы не будем изучать науку логики, диалектику Гегеля, то мы тогда не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. И поэтому ответственность, вот в том числе за контрреволюцию, вот несут те пламенные революционеры, которые это философское завещание Ленина не выполняли, и продолжают внести те, которые сейчас не выполняют. И они и есть реакционеры сегодняшнего дня. Враги материалистической диалектики, они враги революции, они враги марксизма. Вот так складывается позиция, и я об этом заявляю не для того, чтобы кого-то обвинить, а для того, чтобы постараться подвинуть товарищей на правильную позицию. Потому что на правильную позицию надо занять, если кто-то заблуждается, то об этом надо прямо сказать, чтобы от этих заблуждений избавиться и встать на правильную точку зрения. Что касается Энгельса, он однозначно говорил, Маркс немножко кокетничал. Он говорил, вот если бы у меня нашлось бы время для таких работ, я бы в двух печатных листах изложил бы то рациональное, то сделал Гегель, и сам же и мистифицировал. Но мистифицировал, конечно, если Гегель считает, что это все идея, и если она приходит к идее, это мистификация, это правильно сказано. Но никакие попытки Маркса сделать как-то это вот короче. И все попытки последующих марксистов короче как-то изложить или как-то переставить и переделать ни к чему не привели. Поэтому уже Энгельс никогда таких вещей не говорил. Энгельс, между прочим, заканчивал второй и третий том капитала Маркса, а Слеп, когда делал эту работу, является продолжателем дела Маркса, величайшим, не только другом и товарищем, и зачинателем всего дела, потому что начался марксизм не с Маркса, а с положения рабочего класса в Англии Энгельса. Вот это первая книга, она в первом томе первая и стоит. Ну а Ленин, Ленин уже подводил итоги. И если люди хотят сейчас считать марксистами, кто-то считает себя марксистом, но не ленинцем, это они не марксисты. Потому что марксизм современный, это ленинизм. И люди, вроде зная, что говорил Ленин, что надо истолковывать материалистически то, что говорит. Я просто читаю, говорит Ленин, читаю Энгеля материалистически. То есть если написано бытие, я и читаю бытие. Чтобы читать бытие материалистически, вообще не надо напрягать свой ум. Это чтобы читать идеалистически науку логики, надо напрягать ум. Вот смотреть всякие примечания, где говорит о Боге, в основном контексте, который надо изучать, а не тот, который примечание как прибавление к тому, как ни с числа. Для этого вообще ничего не нужно напрягать. Читайте и понимайте эти материалистические. Больше ничего. Другое дело, что вы изучите эту материалистическую диалектику и историческую материализму, знать вы еще не будете. Потому что Гегель этого и сделал. И это вы у Гегеля не найдете. И тот, кто хочет быть марксистом, не зная исторического материализма, марксистом не будет. Поэтому в этом смысле считать, что у Гегеля есть цельная, так сказать, позиция, прямо готовая, марксистская белье и все? Нет. Потому что марксизм не сводится к материалистической диалектике, а он материалистическую диалектику, вот этот метод, который разработал Гегель только в идеалистической форме, так сказать, мистифицированной форме выдал человечеству. Всего лишь отбросить эту ненужную форму и взять. Этого недостаточно, а нужно применить к истории, а это сделал, сделали маркс, Энгерс, и это сделал Ленин. И вот нам, по существу, досталось уже это богатство в этом переработанном виде. И вот этой дискуссии мы уже давно были бы должны уйти, поскольку у Ленина однозначно сказано, что последователи в марксах, передовые люди, борцы с всякого рода реакцией должны изучать диалектику Гегеля и материалистически истолковывать. Не перевертывать туда-сюда, не крутить, не вертеть, не переделывать, не переставлять категории, не мухлевать, а брать и материалистически истолковывать на примере истории науки, техники, и обществу в том числе. И вот по этой дороге идет и наш докладчик. За что, я думаю, мы должны сказать ему большое спасибо за то, что он такой сделал интересный доклад.